Друзья, хочу в этом видео поговорить о том, чем нужно поливать саженцы, когда мы ставим их на укоренение. Это очень важный вопрос, от которого зависит, сколько же мы получим на выходе хороших крепких растений с хорошо развитой корневой. Просто поставить укоренять в обычную воду или при посадке в землю на укоренение пролить обычной водой, это очень мало. В первую очередь мы, конечно, должны использовать хороший укоренитель, о котором я говорила уже ранее. И, конечно же, после того, как череночки поставлены на укоренение, их нужно полить специальным раствором, который даст нам хороший эффект. Что входит в такой раствор? Всегда я обязательно добавляю монофосфат калия, который служит питанием для развития хорошей крепкой корневой. Как только корешки наклюнутся, они сразу получат питание. И его мы будем использовать в меньшем количестве, чем обычно при поливе уже готовых растений. Пропорция такая. Одна вторая чайной ложки на 10 литров воды. Далее обязательно возьмем препараты, которые защитят наши растения от грибковых заболеваний и вредителей. От вредителей я всегда проливала октарой. От грибковых есть много препаратов. Вы можете воспользоваться любым из них по инструкции на упаковке. И четвертый очень важный препарат, который я тоже всегда добавляю, но для укоренения он берется в небольшом количестве. Это хилат железа. Я тоже рекомендую вам его добавить в раствор для полива. Но всего одну третью часть от того, как вам предлагают его использовать по инструкции. Или от того, как вы обычно его используете. Это очень важный препарат, так как он участвует в обменных процессах, улучшает процесс фотосинтеза. У меня этот препарат всегда под рукой. Я регулярно его использую. Хилат железа регулярно добавляю своим растениям 1-2 раза в месяц в удобрение. Его роль очень велика, так как он помогает намного лучше усвоить все питательные вещества, которые мы ему даем при подкормке. А если вы еще используете воду из-под крана, в которой большое содержание хлора, то он просто незаменим при поливе. Если вам интересно, как приготовить хилат железа в домашних условиях, чтобы не покупать каждый раз этот недешевый препарат, пишите мне об этом в комментариях. А я обязательно поделюсь этим рецептом. И пусть ваши цветочки вас радуют и растут здоровые.